Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск программы Sport News International – все самое интересное в мире спорта за прошедшую неделю. Сборная Украина по фехтованию на шпагах стала чемпионами мира. В Москве недавно завершился чемпионат мира по фехтованию, в котором украинские шпажисты выиграли в финале у сборной Южной Кореи, чем мы их и поздравляем. Третье место здесь заняла команда сборной Швейцарии. Коби Брайант может завершить свою баскетбольную карьеру в испанской Барселоне. Футбольный клуб Барселона сейчас находится в США в своем турне. И, как сказал директор по связям с общественностью испанского клуба Альберто Солер, баскетболист и заявил желание закончить свою баскетбольную карьеру именно в Испании. Поэтому не исключено, что Коби Брайант сможет в завершении своей карьеры вновь соединиться с Полием Газолем, баскетболистом, с которым он в свое время выступал в НБА. Прилетаю я как-то на Таити. Вы не были на Таити? Эх, Таити, Таити. Такой был шанс у парней войти в историю на завершившемся недавно в Португалии Кубке мира по пляжному футболу. Таитяне дошли до финала, где встретились с хозяевами Мундиали сборной Португалии и в упорнейшей борьбе достойно выступили им со счетом 5-3. Интересный момент случился в этом финале. Капитан сборной Таити Неа Барнет не смог помочь своей команде по религиозным убеждениям. Он является мормоном и никогда не играет по воскресеньям. И даже такое эпохальное событие, как финал чемпионата мира, в котором принимала участие его команда, не стало причиной для того, чтобы отклониться от своих религиозных убеждений. Вот так, дорогие друзья, бывает в футболе. Пал 22-летний рекорд среди женщин в беге на 1500 метров. 24-летняя эфиопка Гензеба Дибаба улучшила прежние достижения на 39 сотых секунды. И теперь новый мировой рекорд у женщин в беге на 1500 метров составляет 3 минуты 50,08 секунды. Самая престижная велогонка в международном календаре Tour de France подходит к своему завершению. На данный момент с желтой майкой лидера колесит гонщик команды Sky Крис Фрум. Посмотрим, удастся ли ему выиграть Tour de France в этом году. Об этом мы узнаем уже совсем скоро, когда гонщики 26 июля финишируют традиционно в Париже на Елисейских полях. Ну а в конце выпуска у нас, как всегда, интересное видео, в котором мы покажем вас исторический момент. Впервые в истории велоспорта новозеландский BMX-райдер Джон Милтон выполнил четверное сальто назад, безбашенный поступок. Посмотрим, как к нему готовился Джон и, собственно говоря, как это у него получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Любите спорт, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. Конечно же, смотрите Кремень ТВ. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА